Добро пожаловаться! Вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброго утра. С Новым годом, разумеется. Программа «Добро пожаловаться». Олег Пеков в студии. Мне помогает Родион Залдарев за звукорежиссерским пультом. Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры. Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко с нами на прямой линии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом всех. С Новым годом. И также Айвес Гонтарев, бывший руководитель Ригизнаму Парвалдникс. И Эрвин Страупе, заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии. Всех вас тоже с Новым годом. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро всем. Здравствуйте. Ну вот первая программа в Новом году. Разумеется, конечно, возникает вопрос, чего ждать от этого года, 2021-го. На него возлагают большие надежды. Все, в общем-то, я думаю, во всем мире. Но если мы говорим в рамках коммунальных служб и коммунальных хозяйств, что, какие могут быть происходить изменения в этом году, не повысятся ли тарифы на какие-либо услуги, чего ждать владельцам, собственникам квартир? Ну, собственно говоря, тарифы уже повысились и будут повышаться. Здесь расчет может быть только на одно, что надо экономно относиться к ресурсам и внедрять энергосберегающие и другие ресурсосберегающие технологии. Другого варианта нет. Что еще? Ужесточаются требования к эксплуатации и содержанию лифтов, насколько мне известно. Подготовлены новые нормативы и те, у кого лифты, могут столкнуться с необходимостью срочно их ремонтировать для того, чтобы продолжать эксплуатацию. Ну и ожидаем, наверное, каких-то позитивных изменений в законодательстве относительно должников и относительно разделенного имущества. Но это ожидания, которые вряд ли, наверное, в этом году сбудутся. Будем надеяться, что что-нибудь осуществится. Еще есть одна вещь, о которой хотелось бы сказать отдельно. Кончается или закончился период планирования денег ЕС прошлого семилетки. И сейчас, похоже, новый бюджет принимается на следующую семилетку. И были, по крайней мере, анонсы о том, что будет выделена опять значительная сумма средств на реновацию домов. Так очень бы хотелось бы, чтобы вообще информация о том, будет, не будет, и на каких условиях поступила достаточно рано, чтобы можно было успеть подготовить дома, а не сидеть, опять, как было в прошлый планирующий период. После начала периода, три года, мы ожидали только условий на подачу документов, на разработку документов. Это очень, по-моему, важные обстоятельства. Кого это зависит? Это государство. Я не знаю, кто затягивает и будут ли затягивать, но это просто пожелание государства. Потому что, если будут выделенные деньги, нужно их будет освоить достаточно быстро. Насколько я слышал, планировалось, по крайней мере, выделять достаточно значительные средства. Это освоить не так просто будет. Людей надо будет опять раскачать по-новой, подготовить проектно-смертную документацию, пройти все пути формальности. Поэтому, чем раньше, тем лучше. Телефоны в нашей студии 67212-939-67213-939. Звоните, пишите. Здравствуйте. У меня просьба Гонтарёву, может быть, он может помочь. Вот за вывоз мусора-то подорожает, потому что налог подняли немеренно. Это с 1 ноя опять. И у нас есть сортированный мусор, баки. Они постоянно полные. Я Дома управу говорил только недавно, в декабре, но бесполезно. Я попросил, чтобы она либо отслеживала это, либо чтобы они чаще вывозили мусоровозы. Сортированный мусор. Потому что приносишь, а там все занято. А где это? Где, в каком месте? Ренсену сорок, Ренсену сорок. И бесполезно, сколько не жалуешься. Кроме латышского языка, вот эта гинта Вильчука, она ничего не знает. Да, ну такой вот жалоба на то, что на Ренсену сорок не было. Я записал, я записал, зафиксировал. Я думаю, здесь проблем не должно быть, так как вы, те, которые вывозят мусор, они-то заинтересованы по мере, скажем так, чаще выводить сортированный мусор, так как, ну, это часть бизнеса, в принципе, их получается. Я свяжусь. Я хотел сказать о том порядке, как можно регулировать вывоз сортированного мусора. Алгоритм очень простой. Дома управы должен подать письменную заявку, зарегистрированную по электронной почте, та, которая указана в договоре. И логистика меняется примерно в течение двух недель. То есть с момента подачи заявки максимальный срок – две недели, и начинается более частый вывоз мусора. Вот почему это не делать, это вообще, ну, смешно даже. Потому что это не стоит ни денег, ничего, послать одно имейл. На самом деле, я думаю, что может быть проблема в том, что вот есть, как бы, такой ритм жизни обычный, логистика, а наступают, когда праздники, наверняка, ну, вот количество мусора, когда люди на Рождество, на Новый год, застолье, там какие-то все, ну, большое количество, может быть, бутылок, из пластиковой тары сразу появляется, ну, и это, ну, сложно предсказать в таком вот, как бы, циклическом. В любом случае, вывоз мусора сортирован бесплатно, и поэтому увеличить частоту вывоза ничего не стоит, никому. Послать имейл. Дальше надо смотреть, если компания сама увидит, что, ну, необоснованно повышена частота вывоза, она, как правило, предлагает сократить это. Но в данном случае, я говорю, в принципе, я не вижу проблем. Люди активно сортируют, и если контейнеры будем поддерживать в полупустом состоянии, это лучше только всем. Тут еще пришло такое сообщение. Опять-таки, мы уже рассматривали эту тему в нескольких программах. Ну, давайте сначала примем звонок. Здравствуйте. Пожалуйста. Да, сейчас все тоже. Начать вывоза мусора. У нас вот поменяли контейнеры, вместо контейнеров, так до сих пор стоит контейнер один для бытового отхода. Сортированный мусор до сих пор контейнеров нет. Звонили в домоуправление, звонили и посадили туда, где нас заседает эта мадама. Так до сих пор нет, приходится, извиняюсь, по всему месту, по щелку ходить, искать место, куда можно выкинуть бытовые отходы, потому что контейнер постоянно полный. И соцированный мусор. Вот. И второй маленький мне вопрос. До начала топительного сезона у меня была температура, в квартире плюс 80. Сейчас это топительный сезон. А температура плюс 19. А у меня отец после инсульта. Ходит в ситере и спит в фуфайке. Попросил взять температуру воздуха хотя бы в кофе, но хотя бы до плюс 22. Мне говорят, вы соберете собранник, вы напишите заявление. Я говорю, что за идея здесь? Это можно вообще отказаться от отопления. Ну и то же самое, вот 19 градусов, и я буду экономить на отопление. И так получается. Вот помогите. Да. Скажите, а в каком месте вот вы не можете найти, ну вот проблема с мусором? Болдарай. Болдарай. Короче, от речи автобуса не бежать до одной остановки. Хорошо, спасибо, да. Ну вот сразу два вопроса. Тепло в квартире. По отношению, если сказать, это случается, это не такая редкая проблема. Ну, в первую очередь нужно обращаться к своему дому праву, чтобы все-таки инженер пришел, посмотрел. Вопрос, это только в этой квартире такая проблема, или это в каком-то конкретном стояке проблема. Нужно это отгайс, вот, встава, да, или что-то подобное. Вопрос, нет ли, не произошла ли замена, собственноручная замена каких-то радиаторов, которая поменяла всю систему отопления вот в конкретном стояке и так далее, и так далее. Там очень много вопросов, но, я думаю, легче всего это решать с помощью профессионального инженера, который может предоставить дому прав. Ну, это первое решение. У меня была такая же ситуация лет 10 назад в 16-этажке. Это тепло идет сверху вниз, и, конечно, моя квартира была первая и самая теплая. Мы должны были даже иногда окна открывать. Ну, мы там тоже искали с инженерами Рига Силфом, с РНП, искали свои там решения, их нашли. Так что это нужно вместе с инженерами, там ничего другого. Сейчас, да. Я бы насчет отопления еще сказал, прозвучало, что сейчас у господина радиослушателя 19 градусов. По строительным нормативам в жилом помещении должно быть не ниже 18. Не секрет, что тепло распределяется на квартирном доме очень неравномерно. Поэтому я бы сказал, в данном случае повышение температуры ради одной квартиры, естественно, это не исключает возможности того, что сказал Эрвин, обследовать, попытаться выровнять температуру и так далее. Но в данном случае, скорее всего, надо думать о другом. Это менять систему отопления, модернизировать ее с возможностями регулировки подачи тепла в каждую квартиру. Это необходимо делать, и тогда каждый потребляет столько, сколько ему нужно. Вот у человека и больной отец, он может в одном помещении повысить температуру до сверхкомфортной, скажем, до 25 градусов. Но, правда, при этом и платить за потребленное. Я думаю, что это наиболее точный ответ на его вопрос. Иначе будет все равно, в каждом доме будут холодные и горячие квартиры. Повышение температуры в прохладной квартире ведет к перетопу тепла по всему дому и перерасходовать от значительного тепла. Поэтому это такая ситуация болезненная. Кстати, вот к этому примыкает еще один вопрос, который пришел на СМС. В сталинском доме открытый окна СОС. Ну вот нам пришла такая. Я понимаю, что это или на Валдемара, может быть, этот большой такой дом времен сталинской постройки. Ну, это же извечная проблема неравномерного распределения тепла. Кто-то в начале теплоподачи поставил современные мощные батареи, кто-то не поставил. В итоге вся эта тепловая картина по дому искажается. В итоге часть сидит с открытыми окнами, потому что задыхается. Часть сидит и трясется от прохлады. Ну, я говорю, что это вот ситуация типичная для всех домов. Но если вот ситуация, которую мы тоже рассматривали, уехали соседи, оставили открытыми окна, их квартира вымораживается и соседним квартирам неуютно. Они чувствуют холодные стены и потерю тепла. Есть способы, как это делать. Самое трагичное, это нанимать альпинистов, чтобы они снаружи забили эти окна. Если вы не можете найти контактные данные этих персон, которые уехали. Но, в принципе, это очень нехорошая ситуация. Да, у нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Хочу дополнить. Первый этаж, угловая квартира. А у нас это отопление, я со многими соседями разговаривал, говорят, все будет холодно. Кто-то включает колорифер, кто-то надевает на себя трасситер и прочее. Поэтому это не только у меня, у других тоже такая ситуация. Да, спасибо. И какой-то был, по-моему, еще у человека вопрос. У него было две... По мусору был вопрос. Да, по мусору. Ну да, опять-таки, в Болдерае на кольце третьего автобуса нет возможности вынести этот мусор, который можно распределить по стеклотару и пластик. Но если вот получается, что нет этих пунктов, куда обращаться с просьбой, чтобы эти пункты организовали сбором мусора? Ну, самое простое. Понимаете, установка контейнеров, если есть место, зависит от домоуправления. Домоуправление по сегодняшним правилам заявляет необходимое количество контейнеров, указывает места их установки. Если есть место. Зачастую места просто нет. Вот сейчас поубирали мусоропроводы и ставить сортировочные контейнеры просто некуда, потому что не состоял там контейнер для сортировки около дома. То сейчас на его место мы выкатили из помещения мусоропровода бытовой контейнер. Поэтому здесь надо смотреть. И вообще, в принципе, одна из причин, из-за которой затевали мусорную реформу, это было громко разрекламировано, что город предоставит энное количество громадных мест для того, чтобы ставить контейнеры, площадки для сортированного мусора. Ничего этого нет. Цены повысили ли и забыли? Какие еще вот цены, тарифы повысились в этом году? Мы вот понимаем, что на вывоз мусора. Что еще? Тепло, вода. То есть практически все? В конце года тепло, вода. Вода уже в некоторых случаях достигает по цене столько же холодная вода и канализация, суммарная услуга за кубометр в иных домах достигает стоимости подогрева этой горячей воды. То есть сравняется уже. Скоро будет, как в Советском Союзе, бутылка Нарзана будет стоить в два раза дороже литра бензина. Что в этой ситуации, как экономить, стараться, ну, я уж не знаю, какие есть способы экономии воды в доме, чтобы не было лишних потерь? Ну, я полагаю, что на сегодняшний день большинство этих возможностей уже исчерпано. Очень резкий скачок в падении потребления воды был, дважды он происходил. Первый раз, когда люди просто, когда начали платить по счетчикам, привели в порядок свою сантехнику, это было первое падение. Второе, когда большинство домохозяйств внедрило энергосбереждающую технику, типа посудомоечных и стиральных машин, это очень сильно сократило потребление воды, но куда дальше, ниже, не знаю. Ну, тогда только на гигиене можно экономить. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Ну, вот объясните мне, чайнику, как-то доходчиво, а как так дорожает тепло, если у нас все привязано к газу, цене на газ и цене на нефть? Когда цены дорожали, у нас тоже это все дорожало. Когда сейчас газ и нефть в той же самой России дешевле, да, когда, притом было, когда баррель там был, 100 долларов, да, у нас все росло тепло. Сейчас это все дешевле и все равно растет. Наши политики же говорили так, там растет и здесь растет. Теперь здесь уменьшается и все равно у нас растет. Вы можете как-то это аргументно объяснить? Спасибо. Я ничего не смогу аргументированно объяснить, потому что у нас есть тарифный регулятор, который проверяет расчеты и необходимость повышения либо понижения стоимости то ли иной принципиально важной услуги. Это касается воды, это касается тепла в том числе. Тепловая энергия в Риге падала очень стремительно и было достаточно дешево в прошлом году, позапрошлом году. Потом что-то произошло и они начали повышать. Это все принято на государственном уровне. С расчетами я не знаком и обоснованиями я тоже не знаком. Но я не всегда вижу такую корреляцию между ценами на исходное сырье и ценами на конечные продукты, хотя бы на автозаправках. Очень часто бывает так. Цены вроде бы на бензин падают, сегодняшние цены на бирже, а бензин стоит на месте или наоборот дорожает. Там есть свои механизмы, но объяснить их я не в силе. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Пожалуйста, добрый автор, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ивар. По поводу воды, обратите внимание, что во многих магазинах, на заправках, в туалетах краны сенсорные. То есть надо подергать рукой, и вода грызнет. Но дома эти краны достаточно дорого поставить, поэтому я просто все вентиля перекрыл наполовину, чтобы была меньше струя. Потому что если я с женой, допустим, как экономлю и контролирую воду, то дети краны открыли, вода хлещет, он 2 часа мой трубки. Но единственный способ, по-моему, пока такой. Спасибо. То есть как вариант прикрутить краны, чтобы не было такого большого потока воды, когда человек открывает кран? Ну, что-то хорошее будет в этом году. Наши надежды направлены на то, что объявил Рига Суден за смену больших входных счетчиков, другой технологии. Это должно привести к меньшей потерь у каждого дома. Ну, я знаю тоже, что на личном примере мы там одновременно считывали все и никак не могли получить какую-то более-менее разумную разницу по потреблению в сравнении с большим счетчиком. И, наконец-то, поменяли Рига Суден входной счетчик большой, да, и там потери минимизировались до полу-куба на доме. Ну, это такой плюс и надежда, что вот постепенно Рижанам сменяет эту систему входных счетчиков, что все же у всех домах эта потеря воды уменьшится. Я долго думал, что только позитивно сказать, потому что мы знаем, что минимальная зарплата повысилась, и все вторые сейчас поползут постепенно вверх. Ну, все пойдет вверх. Ну, это такая вот активность Рига Суденца, что наконец-то... Но, Эвер, это все равно на данном этапе тестовый проект. Ну, не ломай надежду 2021 года, Эрвин! Будем надеяться, что в течение 2021 года все все-таки придут к этому решению как самому наилучшему. Самое наилучшее решение – всем установить счетчики с радиосчитыванием и сдать это хозяйство Рига Суденц. И пускай они потом решают, то ли им устанавливать дорогущие, сложнейшие входные счетчики, то ли пользоваться той системой, которая сегодня во всем мире применяется. – А для этого нужно что? Для этого нужно политическое решение и желание. – Да, совершенно верно. Я могу... Мы с тобой были, Эвер, в Вильнюсе в тот момент, когда там было, как приняли решение, политическое решение, что водоканал сам рассчитывается с каждым клиентом. Когда они увидели, какая разница возникает, они быстренько оборудовали все квартиры счетчиком с радиосчитыванием. – И проблема закрылась. – Появилась мотивация. – Ну, то есть, кто платит за этот банкет, вот за счетчики с радиосчитыванием? – По-любому, за любой банкет в конечном итоге платит потребитель. Если Рига Суденц на данный момент поставляет воду до входящего большого счетчика, и все остальное – это уже проблема жителей, в том случае Рига Суденц будет просто конечный получатель будет клиент, счетчик которого находится в квартире. Ну, так как сейчас в основном газовые счетчики, электричество и так далее, водоканализация остались последними, которые живут своей жизнью по отдельности. Но по-любому эти счетчики будут вкладываться в тариф. Ну, я совершенно согласен и с Ильвеем, и с Айваром, в том, что это самое наилучшее и самое честное распределение было бы. И подумаем, с точки зрения системы, ну, это одно, когда один дом должен проголосовать и ввести эту систему себе в доме, это одни издержки. Когда такая система вводится планово в течение, например, пяти лет по всей Риге, издержки, там любой поставщик будет рад Риге Суденцу поставить такой объем счетчиков и системы, и цена там будет на уровень ниже, да, при такой огромной поставке и закупке. Всегда все говорили, чем больше закупка, тем ниже цена, но никогда в жизни это еще не происходило. Ну что же, не будем терять оптимизма. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос. Здравствуйте. Я хотел бы, ну, спросить, вот, например, в Латвии есть проблема с 8 домов, да, потому что советская жилищная строительство уже, ну, устарела, она не энергоэффективна, но, ну, уже не актуальна сейчас для наших дней. Вот почему, например, в Эстонии, в Литве все дома реновируются, а у нас в Латвии этот процесс проходит очень вяло. Я хотел бы тоже советовать немецкий опыт, наверное, где вот люди, ну, сбрасываются, скидываются на реновацию домов, и все, ну, живут хорошо и платят меньше за топление потом. Почему в Латвии это не работает? Спасибо. В Латвии насчет немецкого опыта сразу отвечу. Я очень часто в свое время ездил в Германию, этому опыту набирался. Там немножко другая система. Там владельцами квартир не являются те люди, которые живут в этих квартирах. Это или большие кооперативы, или это дома, которые принадлежат каким-то организациям, тем же самым кооперативам и финансовым фондам и так далее. Жилищный фонд Германии в основном все-таки арендный фонд. Я видел, как конкретно принимается решение, будем утеплять вот конкретный дом, реновировать его, скажем, не только утеплять. И жильцы выселяются из этого дома полностью. Дом остается пустым, он реновируется, и потом жители или возвращаются, или там возвращаются другие арендаторы и так далее. Это очень быстро, эффективно и экономно получается. У нас же эта система намного сложнее. Насчет Эстонии и Литвы это немножко миф, что у них все утеплено. Айвар не даст соврать, мы, по-моему, два года назад были в Эстонии. Да, у них это все происходит намного быстрее и намного, я бы сказал, лучше. Там очень интересные такие готовые решения, не так, как сегодня, вот скажем, каждый дом там по отдельности рассматривается, проектируется и так далее. Там были очень такие системные решения. Мы смотрели даже коммерческие, вот университет, если я правильно помню, где утеплялся уже как готовые конструкции и так далее. Вот насчет этого, конечно, эстонцы на порядок дальше у нас зашли. Но то, что в Латвии сколько денег дают, скажем так, из еврофондов, их все-таки осваивают. Деньги не остаются. Так что, к сожалению, ясно, что всем денег не достанется. И этот процесс европейских денег, он такой довольно сложный и долгий. В Германии они пользуются все-таки своим финансированием в основном. Я бы еще добавил, извините, я перебил. Говори, говори. Меня точно нет. Я, значит, я бы добавил, отличие Эстонии в том, что там денег в день надают на дом меньше, но выдвигают гораздо более жесткие требования, чем у нас. Там и рекуперация обязательная, еще ряд технических решений уже обязательная. Это раз, а Литва отличается от нас тем, что там стараются эти реновированные дома плодить вокруг того, что уже есть центр. То есть, если в микрорайоне есть один дом реновированный, то предпочтение отдается, если есть заявка, то рядом стоящему дому. И это дает свои эффекты и впечатления. В Латвии, я бы сказал так, по окраинам, по малым городам там все очень неплохо с реновацией. А вот крупные города, Тримонстр, Рига, Резекне и Дауглпилс, это застой полный. Почему? Ну, активность населения почти нулевая. В отличие от Епай, Елгавой, Венспилса. Да, Лимба же, там можно ехать куда хочешь, там везде это делается. Там уже, в Лимба же уже не увидишь практически неревеновированные дома. Ну ладно, ну давайте посмотрим все же с такой, опять с масштабной точки зрения. И, наверное, это отличие между Латвией, Литвой и Эстонией в том, что у государства был какой-то системный подход по масштабному, и они шли все время вперед. В Латвии эта активность, в принципе, она все кидается в сторону владельцев квартир. Ну, вы не настолько активны, но вот сам виноват, вот съедите в неревеновых домах. Давайте сравним Эстонию, да, там подход Раквера, например, Таллина, да, там и так далее. Там у них был постепенный системный подход, и государство думало как это сделать. То, что Сергей уже упомянул в начале передачи, этот перерыв между программой ЛИА и Алтумом. И то же самое же в конце года произошло. Мы же помним все, что когда-то в начале прошлого года сказали, все, больше заявок не принимаем, потом откуда-то еще нашли деньги, сказали, ну, сейчас опять можете подавать, но система находится в таком постоянном напряжении. Люди голосуют, люди там выкидывают 20 тысяч, например, на проектирование, им говорят, ой, ребята, извините, вы не успели, сейчас давайте будет новая программа, новые правила. Ну, все время, как эта система, она не как такое постепенное, и которая заполняет, и больше и больше становится реноверенных домов, а все время что-то меняется. Вот мы только разогнали, вот я лично сделал так, что в РНП было там 145-150 голосований. Не все дома же пошли на реновации. Почему? Потому что что-то не успели и так далее. Потом сказали, а, ну все же сейчас еще можно, да, ну кто-то еще успел. Опять, ну нет такого подхода, ребята, спокойно голосуйте. Вот у нас программа, у нас вот есть политика ближайшие 5-10 лет. Вот спокойно, спокойно голосуйте, вот создавайте. У нас есть план, как в этом все время, какой-то такой судорожный. Вот, дарите денег, давайте, давайте, быстро, быстро, быстро. Потом, уй, закончились деньги. Уй, мы поменяли условия там. Ну, вот, это отличается Литва и Эстония. Из этого, например, если оценивать Эстонию, ну, они как в этой сфере, как минимум 5-7 лет вперед в Латвии. Да, и почему? Потому что, наверное, ну, посидели, подумали, распланировали, они просто закинули в рынок возможность, ну, убежить сейчас, как крестивный забег, без стратегии, без рассчитанных каких-то шагов, там, на 5-10 лет, да. Здесь, ну, вот, я только это могу объяснить, наверное, различия там в Латвии. А потом уже под это, под эту систему, дальше уже активность жителей. Да, тогда уже активность жителей. Но она уже как исходящая. Они, как все сейчас, всех во всех грехах обвиняющих жителей, вы не были активны, сами виноваты, вот, не успели в этом крестивном забеге, но сами виноваты. А вот то, что вот в Литве, в Вильнюсе были, да, вот, этот опыт, о том, что вот с точки зрения квартала, то, что коллеги мои уже упомянули, да, есть какая-то система, под которую есть мотивация у людей голосовать, да, общая мотивация, да, про весь город, про всю страну. Ну, этого в Латвии нет, ну, будем открыть, да, есть какая-то возможность, ну, кто успел, тот успел, кто не успел, не успел. Сейчас что-то подумает по чей-то трепу и скажет, ну, а сейчас чуть-чуть мы тут поменяли и всю документацию давайте сделать заново. Эти ваши 20 тысяч, которые вы накопили на проектирование, сейчас уже не годятся. Нужно еще 5-6, чтобы сейчас что-то изменить в вашей документации, потому что вы не подали заявку, потому что вы не успели подать заявку, потому что у нас не было денег в той программе. Вот и все. Слушательница, она пишет так, что в районах печное отопление, и поэтому для них очень важен вопрос утепления домов, а вот в городах больших, крупных, там другая ситуация и нет вот такой потребности. Может быть, этим объясняется? Нет, я не согласен, потому что, опять же, скажу, большинство домов, скажем, той же самой Лепа и той же самой Вейнспиллс, Елгай, они утепляются, многоквартирные дома советской постройки с централизованным отоплением. Это большинство. Я скажу так, что нету такого, и все дома одинаковые. Я хотел дополнить, Айвер, вот эта цикличность или отсутствие какой-то системы, она еще влияет очень сильно еще на один фактор. Когда ЛИЯ была, они наладили поток этих вот денег, осваивание этих денег как поток индустриально. То есть там были эксперты, там были, развились, потому что деньги шли стабильные проекты, утверждали, если достаточно внятных условиях, развилась инфраструктура в виде проектировщиков, в виде малых строительных фирм, которые реально могут предложить утепление одного-двух домов в год, но зато это будет гораздо дешевле, чем если вы обращаетесь к каким-то большим монстрам и так далее. Вся эта инфраструктура после передачи проектов в Алтум рухнула, потому что задержка три года, ни один бизнесмен не будет сидеть, не будет ждать ни один проектант, что ему через три года может быть появится какой-то заказ. Это сразу привело к резкому удорожанию проектирования. Если при ЛИЯ было где-то в размере 5-8 тысяч евро можно было сделать проект, то сейчас это 10-15, а то и 20. Это тоже очень сильно повлияло. И изменение условий. По факту, если сравнить требования, вот конечные требования ЛИЯ и Алтум абсолютно одинаковые, но процедура прохождения документов, в отличие от ЛИЯ, настолько забюрократизирована в Алтуме, что они сами не понимают, когда и куда они пойдут. И проекты протаскивают через Алтум за два года, как минимум. Я еще, Сергей, помню случай на Дертруис, где была многоэтажка, там стандартная, и там был спор с жителями, где проектная документация для ЛИЯ, как сейчас помню, стоила полторы тысячи в ЛАТах в то время, в ЛАТах, в ЛИЯ время. И тогда был спор с жителями, нужно ли им утеплять, да, вообще, что они оспорили документацию, оспорили, что нет, мы не будем утеплять, давайте у вас с проектировщиком что-то не в порядке, мы выберем своего. Через 9 или 10 месяцев нам приходит выбранный жителями проектировщик с документацией за 3 тысячи ЛАТов уже, и что там сказано, нужно утеплять. Не знаю, помнишь ли этот случай. Ну, я помню, да. Я могу сказать, что и сейчас очень большой дефицит и энергоаудиторов, и очень большой дефицит проектировщиков. То есть, если вы сейчас захотите разработать проект, то вы вряд ли вот так сходу на щелчок найдете тех, кто способен им и будет вам это делать. Это очень большая проблема, поэтому мы не даром говорим о планомерности. А то, что нам ресурсы надо экономить, ну, как ни крути, все равно будет повышение цен. Все равно. Да, у нас буквально чуть-чуть осталось, но, может, успеем принять звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Вот, знаете, в Риге я считаю, что это по вине Рига Снаму Фарвалднекс так медленно все происходило. Вот, например, и нашего дома. Мы все сделали, все. Энергоаудит уже, проект, все-все-все. Дошло до договора. Туда-сюда. В договор начали записать. Такую, знаете, чущу. Вот, к примеру, если в результате реновации будет построена дополнительная площадь, да, то это будет собственность, ну, типа, Рига Снаму Фарвалднекс. Послушайте, вот что это такое. Потом обнаружили, что вот окна, замена окон на лестничные клетки, мы это должны полностью сами погашать. Ну, там были работы, которые жители сами, которые 50%. Ну, я знаю, что это нет. Узнали через зал, что в Алтумане представили документы, что 100%, а нам 50%. Это что за махинации? И вот поэтому, знаете, потом договор сюда-сюда, и срок закончился, деньги закончились, и все. Вот пока сидим. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, если можно коротко... Ну, вообще, без вопросов. Наверное, какая-то ошибка в коммуникации, что мне было желание, вот, если радиослушатели могут прислать на WhatsApp в радио тогда адрес конкретного дома, да, и год, когда он проходил реновации, но вот то, что она рассказывала, это что-то очень странное. Нет, почему? Ну, человек... Ну, да, условий в договоре не должно быть, что РМП добавлен, что-то добавлено, добавленной площади построит, что это будет их, ну, ни в одном типовом договоре такой. Ну, вот если... На самом деле договора, которые заключаются в этих случаях, они разработаны Алтумом, и они типовые, там никто ничего не может сделать. Поэтому там, скорее всего, могло идти какие-то речи об ответственности за качество и продукты, там есть такие, там, и так да. Потом насчет этих... Все равно это стандартный договор. Да, это даже, это никто не имеет ни кооператив, никто не может менять его. Так что там это, скорее всего, неправильно прочитанный договор, неправильно понятый договор. Это первое... Я лично заведовал этом в РМП, и именно из этого такой большой объем голосования было. Просто скажите адрес, я проверь просто, вся информация. Да, мы попросим тогда прислать на номер WhatsApp 2306191. И вот я вижу... Да. У вас или вы хотите сразу в эфире сказать? Здравствуйте. Да. А, нет, это другое же. О, нет.